Дай почитать. Он надеется увидеть прекрасных потомков спартанцев и афинян, а сталкивается со странной смесью цыган и турок. И нет здесь возвышенной борьбы за свободу, а только грязные интриги и межклановая борьба конкурирующих группировок. Среди героев романа Александр I его пытаются уговорить вести войска и спасти православных, но царю это уже все неинтересно, особенно борьба за добро. И вот Григорий Масцепанов, обнищавший русский дворянин, вдовец, инвалид, неудачливый отставной штабс-капитан, разжалованный в ябеднике, одержим идеей православного братства, мистическими пророчествами. Но в итоге и он разочаровывается, и в братстве, и в пророчествах, и находит покой в растительной мещанской жизни. Помереть без мучений – вот оно, мое счастье. И хотя в романе влюбляются и любят все, не это главное. Любовь Филелине иногда вызывает презрение, отвращение. А главное в романе – это разочарование. В идеалах юности, в жизни. А еще эта книга о смерти, о готовности к ней, как поет хозяйка греческой таверны, много есть на свете красавиц, но мое сердце принадлежит одно ее имя – смерть. Это какое-то неумолимое движение к смерти. Кстати, финальная сцена романа разворачивается на кладбище. Массыпанов – вздорный психопат, фантазер, одержимый идеей всеобщей справедливости. Он свято верит, что освобожденная Греция станет земным раем. Он – Фил Эллен, друг грека, сочувствующий или в другой форме помогавший борьбе Греции за освобождение от турецкого ига в конце XVIII – начале XIX века. Это стереороман в письмах, что позволяет увидеть события и людей с разных точек зрения, сделать воображаемый мир многомерным. Как историку Юзефовичу было интересно написать Фил Эллена в форме псевдодокументов. Несомненно, интерес представляет и образ Александра I, и подробности его смерти, и его ближайшие сподвижники и члены императорской фамилии, имеющие реальные прототипы. А роман пронизан иронией, цинизмом и разочарованием. Но к концу повествования все становится как надо. Писатель возвращает веру в человека и в значимость его поступков. Фил Эллен Леонида Юзефовича, 18+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай, город» по адресам Преображенское, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать!